Итак, приветствую вас на нашем уроке. Сегодня мы поговорим о достаточно популярном мифе современной психологии, о мифе, связанном с подростковым возрастом. Итак, что такое подростковый возраст? Какие ассоциации вас вызывают, когда вы слышите слово трудный подросток или подросток или просто подростковый возраст? Наверняка, как у большинства людей, вам в голову приходят некоторые из следующих ассоциаций. Сложный подросток, проблемы, конфликты, безумное время, подростковый кризис, период, которого боятся все, и взрослые, и их дети. Итак, далее. Сегодня как раз мы с вами поговорим о том, что на самом деле стоит за этими ассоциациями. Правда ли, что подростковый возраст это тяжелое время для большинства родителей и их детей? Или же это все-таки миф, который распространяется в СМИ, кинематографам и приверженцами античных психологов? Оо всем этом мы с вами поговорим. Итак, мы ответим на следующий вопрос. Почему зародился и живет миф, что для большинства подростков и их родителей подростковый возраст очень тяжелое время бурь, бурь и эмоциональных конфликтов и переживаний? Поговорим о том, как ученые разрушили этот миф, благодаря каким исследованиям они пришли к выводу, что это все-таки миф, а не правда. Поговорим о том, что показали результаты исследований, которые провели ученые, чтобы проверить верность мифа о подростковом возрасте. Также последний вопрос, который мы немножко с вами рассмотрим, это то, какие опасности может хранить вера в то, что это миф правда, и как могут пострадать подростки, например, чьи родители или чьи окружение верят в этот миф. Оо всем этом мы поговорим с вами сегодня. Итак, давайте начнем. Если вы сейчас включите какую-нибудь радио или телепередачу, где выступает популярный психолог, к которому обращается один из родителей по поводу своих подростков, то очень часто вопросы звучат примерно следующим образом. Еще вчера мой милый и прелестный ребенок сегодня вдруг стал неуправляемым, не ест, пропадает из дома, в комнате постоянный беспорядок, конфликты с родителями, с бабушками, с дедушками и так далее. Что происходит, как быть. И как правило, почти в 90% случаев, согласно исследованиям, психолог, наступающий по радио или по телевизору, начинает с фразы подобной следующей. Это подростковый возраст. Так происходит почти у всех подростков. Если бы этого не было, скорее всего, ваши проблемы были бы у вашего подростка. А так все достаточно идет, как и должно быть. На самом деле все не совсем так, как нам рассказывают психологи. Итак, давайте посмотрим и поговорим о истории мифа о безумном тяжелом подростковом возрасте. Если отслеживать эту историю назад, то можно, среди прочего, заметить. Найти в литературе следующее упоминание. Например, Стэнли Холл, первый президент Американской психологической ассоциации, назвал подростковое время временем бурь и стресс еще в 1904 году, когда психология как наука только зарождалась. Позже точка Фрейда Анна Фрейд в 1958 году писала, что подростковый возраст это возраст эмоционального переворота. А быть нормальным в этом возрасте это уже не нормально. То есть быть нормальным, спокойным ребенком в ее понимании это ненормальный ребенок. Про это можно прочитать в его работах на странице 267-268, опубликованных в 1958 году. Итак, по утверждению Анны Фрейд, спокойные подростки это патология, которая может возрастом возрасте привести к проблеме. Вот, например, несколько источников, которые относительно давно, 50-100 лет назад, способствовали зарождению мифа о том, что подростковый возраст очень сложный и тяжелый. В том числе и сегодня. Что происходит сегодня? Сегодня многие психологи, психологи, выступающие по телевизору, в том числе и некоторые преподаватели, даже некоторые преподаватели вузов и другие специалисты продолжают распространять это верование, этот миф. И распространять это, как разумеется, на своих клиентов, на своих студентов, пациентов и среди обывателей. Что способствует тому, что миф живет и здравствует. Например, в телевизионном шоу доктор Фил предупреждает родителей о годах кошмарного возрастового возраста. Также миф о безумном подростке жив, как и множество других мифов, благодаря СМИ и кинематографам. Вы можете вспомнить сами, я приведу к примеру фильмов, где рассказывается о том, как тяжело быть подростком. Например, такой американский фильм, как «Детки», «Кидз», наш фильм «Чучело», фильм «13», фильм «Прерванная жизнь» и другие. Во всех этих фильмах, так или иначе, показываются истории трудного взросления о трудной судьбе современных и несовременных подростков. Почему так происходит? Тут достаточно понятно, можно объяснить это, куда интереснее, куда прибыльнее показывать фильмы о сложных судьбах, чем о спокойном ребенке, о спокойном подростке, у которого нет никаких проблем. Кто будет смотреть этот фильм? Вот такое искажение нашего восприятия, которое создается благодаря Голливуду, оно также приводит к заблуждению, которое называется заблуждение, связанное с восприятием реальной чистоты. Более подробно про то, как Голливуд искажает наше восприятие этого мифа, можно почитать в работе Омбика и Хилла за 1988 год. Итак, как показали исследования, которые провел Хинс и Пауз в 2006 году, даже студенты вуза, студенты психологии, родители и даже врачи и медсестры в большинстве своем воспринимают подростковый возраст как время, бурь и проблемы. То есть миф этот очень сильный и заблуждается в нем практически все, кроме тем, кто занимался исследованиями этого мифа, и ученых-психологов, и то не все. Итак, сейчас мы с вами поговорили о истории этого мифа, назвали несколько причин, благодаря которым он жив. Но сейчас мы поговорим о исследованиях или о том, как ученые пришли к выводу, что все-таки это миф, а не правда. Итак, что сделали ученые? Как ученые исследовали этот миф? Они исследовали различные аспекты, связанные с подростковым возрастом. И главные три аспекта, которые они исследовали, это следующее. Ученые исследовали, как становится ли больше или меньше конфликтов с родителями во время подросткового возраста, и как они меняются, как меняется их частота. Значит, первый аспект, который связан с этим, это конфликты с родителями. Второй аспект, это эмоциональная нестабильность в подростковом возрасте. И третий основной аспект, который исследуется, это рискованное поведение. Более подробно о этих аспектах, о том, как придется исследование, можно описать в работе Орнета за 1999 год. Итак, что показали исследования? Исследования показали, что, как и у многих мифов, у этого мифа есть ядро правды. Конечно же, да, в среднем по чуть-чуть у некоторых подростков, у некоторых подростков, я повторю, чуть-чуть больше эмоциональная нестабильность, немного больше рискованное поведение, немного чаще конфликты с родителями. Да, зерно правды, ядро правды в этом мифе есть. Но, вот это вот слово «немного», у некоторых «чуть-чуть», оно здесь критическое. Итак, например, исследования американских подростков показали, что в среднем у процентов 20 подростков возникают вышеупомянутые проблемы. Более подробно про это исследование можно описать в работе Орнета и Эпштейна за 2007 год. Итак, не более, в среднем, или порядка 20% подростков, да, у них был безумный подростковый возраст, в том смысле, в котором мы обычно говорят, и проблемы ему сопутствующие. 20% это намного меньше, чем большинство, да. Итак, как правило, самые серьезные и большинство проблем, о которых мы только что упомянули, они были не просто у подростков, а были в основном, как правило, у тех подростков, которые имели сильно выраженные психологические проблемы, связанные с подростковым возрастом, такие как депрессия, расстройство поведения и другие. То есть, как правило, проблемным подростковым возрастом, проблемный связь с подростковым возрастом страдали не просто 20% от случайных выборов, а в основном те подростки, у которых были какие-то тяжелые психологические проблемы. Более подробно можно описать про это исследование Рутера за 1976 год. Итак, дальше идем. Антропологические исследования показали, что то появление кинематографа, то освещение мифа о безумном подростке, проблемный подросток не существовал вообще как понятия. Более подробно про это можно посчитать Уоллштейн. То есть, до того, как разрекламировали и рассказали всем, что все подростки, большинство подростков, они проблемные, их возраст, 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 он тяжелый и очень сложный, до этого этот миф вообще не существовал такого термина. Большинство исторических рассказов, если ты их отследишь, что сделали некоторые ученые, и повестей, которые были дописаны до 20 века, в них подростки представляют, подростковое время представляются как спокойные, лишенные каких-то тамбурь и других эксцессов. Итак, на основании этих и других исследований ученые приходят к следующему выводу, что проблемный подросток, что вывод о кризисе подросткового возраста, это не правило, а скорее всего исключение. Похожие результаты были получены и при исследовании подростков из других стран. Позиция Анны Фройд о том, что нормальные подростки ненормальны, в своем подростковом возрасте, была разрушена путем наблюдения за большим количеством нормальных подростков в течение их жизни. То есть ученые брали какую-то выборку из подростков, которые переживали подростковый возраст нормальный, без каких-то эксцессов. Эти подростки, по заверениям Анны Фройд, были ненормальны. Так вот, ученые наблюдали за этими подростками в течение длительного периода времени, порядка 30 лет, и не увидели никаких проблем в их развитии. Все-таки нормальные подростки были и остались нормальными. Это также в свидетельстве против позиции Анны Фройд. Более подробно про это можно почитать в работе Офера за 2002 год. Позже ученые провели исследования на подростков из других стран. Например, в Китае и Японии еще меньший процент подростков, как обычно, переживает возраст бурь без каких-то потрясений. Извините, еще больший процент подростков переживает возраст, подростковый возраст без потрясений. Более подробно в работе Эпштейна за 2007 год. Итак, я просуммирую. Подростковый возраст, как возраст бурь, это исключение, а не правило. Нормальные подростки нормальны. Проблемы, конфликты, которые случаются в полостовом возрасте достаточно серьезного уровня, одни затратят в среднем порядка 20% подростков. В Европе этот процент немножко больше, а в странах Азии чуть меньше. Анна Фройд была не права. Но благодаря ей, кинематографу и средству массовой информации, этот миф очень живуч и живет и сегодня. Каковы теперь последние вопросы, на которые мы ответим? Последствия. В чем вред? Какой вред может быть для того, что люди верят в этот миф? Некоторые ученые предполагают, что вред может быть такой. Например, что некоторые родители, вместо того, чтобы посмотреть серьезно и помочь своему подростку решить проблемы, могут отнести к его проблемам как к тому, что это временные проблемы, вызванные подростковым возрастом. И, соответственно, у них будет нежелание решать эти проблемы. Они будут полагаться на то, что подростковый возраст пойдет, и проблемы подросткового возраста сами исчезнут. А это, на самом деле, в большинстве случаев может быть не так. Подростку может требоваться помощь, он может взывать к ней, а специалисты родителей спишут крик о помощи на то, что просто обычный подростковый период, и, соответственно, особого решения принимать не надо. Конечно, возможности помощи могут быть упущены, и последствия могут быть недлагоприятны. Поэтому не стоит верить в этот миф и пользоваться им в своей жизни, в жизни своих близких. Итак, более подробно про этот миф вы можете почитать в учебнике Лили Энфельда «50 мифов современной психологии», в учебнике Лауры Бекова «8-ое издание развития ребенка», и также в замечательной статье Роберта Эпштейна «2004 год», которая называется «Миф нашего мозга». И там рассказывается, на английском, она есть в интернете, там как раз рассказывается о истории, и как исследовали этот миф о безумном подростке и безумном подростковом возрасте. Итак, всего хорошего, до встречи в следующий раз. Продолжение следует...